В Краснодарском крае подводят итоги переселения зоны затопления Бугучанской ГЭС. По данным Министерства экономики региона, все ангарцы, имеющие право на квартиры, уже их получили. Однако у людей немало жалоб на качество строительства. Дмитрий Бызов с подробностями. Ну полы холодные, я в бучках хожу, в законных носках ходим. Эмма Филиппова переехала в Кодинск из деревни Панова. И первая же зима в новом доме показала, качество строительства явно не на высоте. Так-то ванной ничего можно жить, но никакого пристройства нет. Ни крылечка путневого, ничего нет. Все так, наляпом. Сделали, лишь бы глаза замазать и все. Есть претензии к деревянным домам и к многоэтажкам. При этом строители за собственные недоделки требуют деньги из бюджета. С нашей точки зрения это должно быть за счет недобросовестных строителей. Потому что дважды платить из бюджета, то есть отрывать от других задач за одно и то же невозможно. Поэтому те, кто некачественно делал, должны рублем за это и ответить. Всего были переселены более 5000 человек. Люди переехали в Ачинск, Боготов, Минусин, Шарыпово и другие территории края. Однако большая часть населения не захотела уезжать далеко от прежнего места жительства и осела в Кодинске. Между тем, 12 семей до сих пор отстаивают свои права на жилье в суде. В районской крае была создана специальная согласительная комиссия, которая решала спорные вопросы. Многим людям удалось помочь и восстановить необходимые документы. Все люди, которые уехали ранее 2008 года, ранее действия закона, они не подпадают под действия закона. То есть тот, кто остался прописан, тот, у кого осталась собственность, все жилье получили. Для тех же, кто по-прежнему пытается доказать в суде свое право на жилье, сформирован резервный фонд. В нем 72 квартиры. Если суд встанет на сторону людей, жилье будет выделено. Хватит на всех. На правах до найма предоставить тем людям, которые по нашему праву, по-человеческому, имеют основания, а законных оснований нет. Как заявляют в правительстве края, проект Нижнего Приангария уникален. Некоторые работы еще на стадии завершения, но никаких сомнений, что обязательства перед жителями будут выполнены, уже нет. Дмитрий Бузов, Александр Шастин, Вести, Красноярск.